Люди в масках на улицах городов республики уже привычная картина. В районах к режиму обязательного ношения защитных средств относятся проще. Там и жителей поменьше, и пространства побольше, значит и опасности меньше, уверяют скептики. Так ли это узнала наша съемочная группа? Она побывала в Козловке и Цивильске. Два районных центра. В обоих вполне оживленно. Работают некоторые предприятия, торговые точки, аптеки, магазины. По статистике с сайта «Чуваши без паники» в Цивильском районе заболели 43 человека, в Козловке – 6. Здесь, как в армии, с самого утра построение мобильных групп и доведение боевых задач. По-другому это и не назвать, ведь ведется самая настоящая борьба с коронавирусом. Мобильные группы муниципалитетов отправляются в рейды, чтобы проверить, насколько эффективно соблюдаются меры по предотвращению распространения инфекции. Ежедневно мы выходим в рейд. Это первая половина дня с 9 часов до 12 часов. Это предприятия и организации. Вторая половина дня – это с 6 часов до 9 часов. Мы проходим общественное пространство, смотрим, как режим самоизоляции проводят наши жители, наши граждане Цивильского района. Бывают, конечно, нарушения. Составлено на сегодняшний день 24 протокола, более 100 актов. И разъяснений мы сделали более 3000 раз. Соблюдение режима с обоих сторон, продавцов и покупателей – важное условие. Во многих магазинах прямо на входе имеются антисептики и одноразовые маски, которыми посетители могут свободно воспользоваться. На некоторых предприятиях вывешено расписание входа и выхода сотрудников, чтобы избежать столпотворения на проходной. Здесь мерят температуру, обрабатывают руки. На общественном транспорте объявление об обязательном наличии масок при проезде. Вот из всех пассажиров предупреждаем, что в масках и в вывеске все висит у нас на двери и перчатках. Ну, все соблюдают пассажиры. Конечно, человеческий фактор никто не отменял. Люди ищут оправдание своим нарушениям. Типичные отговорки – не знали об обязательном ношении масок или забыли ее дома. На первый раз мы, значит, в отношении граждан делаем предупреждение. Если, значит, они нас не понимают, которые уже злостонарушители, применяем уже более стройные меры, то есть привлекаем к административной ответственности. Участники мобильных групп уверены, что каждый рейд – это не впустую потраченное время. Профилактическая работа обязательно даст результат. И понимающих опасность возможного заражения станет больше. Александр Соловьев, Юрий Марков, Республика.